Это будет мое выступление, я постараюсь быть кратким. Мы сегодня поговорим про железодефицитную аномию и сердечно-сосудистую патологию. Я напомню, что у нас идет проект с компанией Эгис по железодефициту, и мы в рамках этого проекта продолжаем наше выступление. Я напомню, что есть очень небольшое количество аномий. Основная, главная аномия – это дефицит железа. Дальше часто мы встречаем аномии хронических заболеваний, это гетерогенная группа. Дальше идет дефицит витамина В12. Ну, а дальше аномии при лейкозах, она тоже вообще-то хронических заболеваний, но там немножко другие механизмы мог быть. И, наконец, гемолитические аутоиммунные аномии, они бывают, встречаются, но, в общем, я бы их сказал бы, их отнес бы к редким болезням. Значит, аномия – неправильное определение, это снижение концентрации гемоглобина единицы объема крови. Так мы обычно и диагностируем. Но, в принципе, аномия должна сопровождаться снижением числа эритроцитов единицы объема. Ну, в общем-то, мы это не проверяем. Значит, не удовлетворяют определению острой постгеморрагической аномии. Когда кровотечение состоялось, аномии как таковой нет, даже, может быть, концентрация гемоглобина повышена, а эритроцитов тоже нет. Гемодилюция – еще одна тема. Это низкая концентрация гемоглобина и эритроцитов единицы объема крови. А объем крови при этом циркулирующий увеличен. Количество циркулирующих эритроцитов нормально. И такая ситуация бывает и при сердечной недостаточности, и при беременности. И это тоже, в общем, на это надо обращать внимание, потому что нужно все-таки дифференцировать разные аномии, иначе мы будем попадать в просаг. Значит, аномия, может, и часто не имеет вообще никаких клинических проявлений. Это нужно понимать, что очень многие больные, особенно B12, например, гемоглобин 40, никаких проявлений нет. Могут быть проявления обусловленной гемической гипоксии, то есть снижением доставки кислорода, слабость, головокружение, синкопальные состояния, артостатические, снижение памяти. Локальные проявления гемической гепоксии – это эпилептические припадки, это недостаточность коронарного кровотока вплоть до инфаркта миокарда, нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность. Ну и, собственно, с патогенезом аномии связаны гипосидероз. Гиперсидероз может быть при разных полинаэропатии, гипербилорубиномии, желчнокаменная болезнь. Это зависит от формы аномии. Значит, мы все-таки чаще говорим о сочетании лабораторных признаков аномии и ее клинических проявлений, и тогда мы говорим о том, что у больного есть аномический синдром. Не просто аномия, да, как лабораторный признак, а аномический синдром. Можно условно выделить несколько степеней тяжести. Первое – это без клинических проявлений, умеренная выраженность аномического синдрома, выраженный аномический прикома и кома. Это касается чаще всего дефицита витамина В12, и, в общем-то, встречается часто, но встречается. Я видел смерти от аномической комы. Больной приходит к врачу либо с субъективными проявлениями аномического синдрома, часто это тахикардия, голоукружение, синкопальный состояние, как я уже сказал, либо это могут быть проявления другого заболевания. Особенно внимательно надо смотреть на больных с астанокардией и сердечной недостаточностью, потому что это может быть проявлением аномического синдрома, ну, в принципе, видно внешне, когда у больного аномия. Но просто врачи это могут проглядывать и отправлять больного к кардиологу, например, хотя ему место, скажем, у терапевта или гематолога. Значит, ведущим симптомом или синдромом аномии является прихроническая почечная недостаточность, она практически в 100% случаев из 100. Бывают редкие больные без аномии с терминальной стадии почечной недостаточности, но как только начинается диалис, у них все, так сказать, валится, они впадают в обычное аномическое состояние. При сепсе, при тяжелых бактериальных инфекциях, при геморрагическом синдроме, при лейкозах, тоже может быть первичным аномия, при опухолях и системных баскулитах, таких как системная красная волчанка и ревматоидный артрит. Значит, алгоритм очень простой. Первый мы выявляем выраженность аномического синдрома, дальше мы смотрим индексы насыщения гемоглобином эритроцитов, раньше это мы называли цветным показателем, сейчас это всякие индексы. Если они снижены, то это гипохромная аномия. Дальше мы пытаемся найти патогенетический вариант аномии и связать аномию с заболеванием, которое вызвало эту аномию, потому что аномия, как правило, является вторичным синдромом. Значит, обязательно нужно посмотреть содержание других клеток в общем анализе крови, потому что иногда это будет ключевым моментом, ну, например, при остром лейкозе, это достаточно обнаружить бласт, чтобы поставить диагноз. Значит, при наличии лейкопении в сочетании с аномией, мы можем думать об аутоиммунном процессе, при наличии тромбоцитопении и наличии геморрагического синдрома, ДВС-синдроме, трехростковая цитопения, когда у вас есть и аномия, и тромбоцитопения, и лейкопения, это какая-то аплазия костного мозга, может быть, апластическая аномия или что-то еще. Ну и, наконец, высокий лейкодстос, это, скорее всего, свидетельство гемобластоза. Обязательно посмотреть на реакцию оседания эритроцитов. Это очень важный показатель. Значит, дело в том, что роя реагирует на количество эритроцитов. И вот здесь на графике, ну, примерно, это нарисовано, так сказать, немножко от фонаря, соотношение между уровнем эритроцитов, или гемоглобина, в данном случае это не важно, и роя. Чем меньше эритроцитов, тем роя больше. Ну, я напомню, что такое роя. Роя – это отталкивание клеток эритроцитов друг от друга за счет наличия на них заряда на поверхности. Значит, если у вас появляется что-то, блокирующее этот заряд, ну, например, фибриноген при воспалении, он обволакивает мембрану эритроцитов, заряд падает, они перестают отталкиваться, и они падают вниз в капилляре. При этом роя ускоряется. Ну, понятно, что если количество эритроцитов маленькое, то, естественно, они с большей скоростью падают в капилляре, и увеличивается роя. Просто на это надо обращать внимание, это, так сказать, дополнительный фактор. Насыщение эритроцитов гемоглобином, об этом я уже говорил. Значит, есть три формы анемии. Это гиперхромные, когда много гемоглобиновых эритроцитов. Это, в первую очередь, B12 дефицитная. Очень редкая фолиевая дефицитная анемия, хотя это может быть, например, нередкой патологией в каких-нибудь психиатрических клиниках, где это связано с приемом определенных препаратов. Дальше норма хромной анемии, когда количество насыщения эритроцитов гемоглобином нормальное. Это, в первую очередь, анемии хронических заболеваний, аутоиммунный, милодиспластический синдром, наследственной гемолитической анемии. И, наконец, гипохромные, в первую очередь, мы говорим о железодефиците. Но это может быть и сидороахристическая, и таласомия, которая сейчас у нас появляется, поскольку это арабская такая больше болезнь, болезнь Таласа, Средиземное море, она оттуда. Ну и, соответственно, поскольку у нас идет миграция людей, сюда приезжают люди из южных стран, то таласомия у нас тоже может появляться. Она, в принципе, иногда выявляется. Значит, на третьем этапе мы устанавливаем патогенетический механизм, основной механизм, не причина, как развивается эта анемия у конкретного больного. Значит, основные патогенетические виды анемии – железодефицитные, нарушение синтеза ДНК – это B12 – дефицитная анемия, нарушение синтеза гема – это сидороахристические анемии, нарушение синтеза глобина – это наследственно-гемолитические, цитоскелеты – тоже наследственно-гемолитические, иммунный гемолиз, анемии хронических заболеваний, костно-мозговая недостаточность, которая бывает при лейкозе, при милодиспластическом синдроме и так далее. Какие основные ошибки совершают доктора? Очень часто, к сожалению. Это назначают препараты железа до забора крови на обмен железа. То есть не выясняют наличие железодефицитной анемии, просто дают железо. Ну а что там железодефицитная, самая частная анемия? А давай всем беременным железо. Это неверно. Перелить кровь до забора крови на обмен железа. Для меня тут было полным откровением, что оказывается за анемию в стационаре платят большие деньги, и если переливать кровь, то платят еще больше денег. И есть стационары, где просто берут и переливают кровь при железодефиците. За это надо расстреливать, но, к сожалению, у меня в этом плане руки короткие, и я этого сделать не могу. Хотя я бы с удовольствием применил бы высшую меру наказания. Так, назначают витамин В12 или фолиевую кислоту до стернальной пункции, забору крови на уровень витамина или фолатов. Ну, мы привыкли по-старому всем делать стернальную пункцию, сейчас пытаются делать уровень витамина В12. На мой взгляд, методика не очень хорошая, ничего она не дает, но, к сожалению, я тоже здесь повлиять не могу. Ну и, наконец, любимая тема, назначить железо вместе с витамином В12, с фолиевой кислотой, ну, как будто мы где-то из каких-то африканских стран или из Индии, где такие препараты выпускаются. Значит, понятие острого коронарного синдрома, понятие, как вы знаете, расплывчатое, и анемия в данном случае является предиктором летальности. Ну, вопрос стоит в том, что анемия как таковая, наверное, предиктор летальности, потому что анемия встречается у тяжелых больных. И если вы начнете смотреть большое число больных с острым коронарным синдромом и увидите у них анемию, то, да, они, скорее всего, будут более подвержены смерти, чем больны без анемии. К сожалению, я бы такого вот, такого рода анализа, ну, для меня не очень приемлем, потому что ни о чем. Какая анемия, о чем речь идет, В12, железодефицитная, непонятно. Но, тем не менее, конечно, анемия всегда должна настораживать людей, врачей на то, что это может быть достаточно серьезным проблемой. Ну, из той же серии, понимаете, вот опять, анемия независимый фактор плохого прогноза смерти. Она вообще плохой прогноз. Если вы видите больного с анемией, у вас уже должны быть ушки торчком, потому что все может быть плохо. При ХБП идет корреляция анемии с уровнем креатинина, ну, в той или иной степени. И если анемия плохо корректируется, ну, наверное, она, так сказать, показывает, что процесс в почках продолжается, и воспалительный процесс не остановлен. Но при ХБП, при хронической болезни почек, анемия относится к анемии хронических заболеваний совсем не анемия железодефицитная. Там дают железо больным на диализе, когда вводят эритропоэтин, но не связано это с железодефицитом, а связано с тем, что в момент впрыскивания эритропоэтина, это несколько часов, у вас резко возрастает потребление железа у больного. И поэтому, если железа в крови, ну, относительно немного, то прирост гемоглобина идет не очень хорошо. Очень сомнительная работа, я вам хочу сказать. Очень. Я категорически с ними не согласен. Но, тем не менее, что есть, то есть. Так. Значит, теперь берем другую работу. Это, если я правильно вижу, Белоусов с авторами. Значит, больные с железодефицитом и стенокардии. Ну, железодефицит совершенно очевидно может сопровождаться стенокардии. Поэтому я с этого, собственно, начинал, что одним из проявлений железодефицитного состояния может быть стенокардия. Вот. И здесь вы видите, что базовое лечение стенокардии проводилось. И дополнительно давали сарбифердорулес. Ну, для того, чтобы оккупировать железодефицит на анемии. Тут, конечно, не очень большие группы больных. Хотелось бы их рандомизировать. Ну, что есть, то есть. Вот. К сожалению, этой темой очень мало кто занимается. Хотя, на мой взгляд, это страшно интересно. И было бы очень хорошо отработать эту всю технологию, поскольку она так, в общем, более-менее очевидна. Вот. Значит, нормализация уровня гемоглобина ведет к существенному уменьшению частоты длительности при использовании стенокардии. Ну, в общем, на мой взгляд, это просто банальность. Потому что ясно, что если стенокардия связана с железодефицитом, а она, безусловно, связана, потому что железодефицит, я напомню, входит не только в гемоглобин, но и в миоглобин, и сокращение сердца хуже при дефиците железа, чем в нормальном состоянии, то, конечно, насыщение железа, железом повышение уровня гемоглобина, оно сопровождается снижением частоты и длительности приступов стенокардии. Но просто надо об этом помнить. Мы почему-то как-то, вот, стенокардия – это кардиолога, а гемоглобина – это гематолога, а больной – как-нибудь сам по себе. Значит, большая проблема – это железодефицит и сердечная недостаточность. Я хочу похвастаться, что впервые эту тему подняла Светлана Георгиевна Горохова, которая делала диссертацию докторскую под моим руководством в конце 90-х, начало 2000-х годов, сначала она обнаружила диастолическую дисфункцию больных с железодефицитной аномией. Мы тогда много смотрели железодефицитной аномии, ее было вообще много, люди плохо ели в 90-е годы, пожилые, и вдруг она обнаруживает диастолическую дисфункцию. А вторая часть, которая тоже была смешной, мы выявили группу больных с сердечной недостаточностью и аномией, у которых аномия лечилась приемом мочегонных. Но это мы сейчас уже говорим, что это гидромия, это не, собственно, аномия как таковая, что у больных с сердечной недостаточностью повышен объем циркулирующей крови, и, соответственно, идет разведение крови, снижение уровня гемоглобина в крови. Поэтому ты им даешь мочегон, у них аномия проходит. Вот. Потом вслед за этим был всплеск, очень большой всплеск энтузиазма, огромное количество работ. К сожалению, очень мало работ, где смотрели бы железо, обмен железа, и пытались бы понять, о какой аномии идет речь. Но работ было выполнено много, сейчас, по-моему, этот интерес сильно пропал. Вот. Ну, вот здесь вот работа третьего, 2003 года. Это, значит, что неблагоприятный прогноз у пациентов с сердечной недостаточностью гемодилюции, в отличие от пациентов с истиной аномией. Ну, и они пытаются объяснить перегрузку объема, приводясь к дилатации левого желудочка. Ну, понимаете, это все пытаться объяснить можно, но на самом деле мы должны понимать, что процессы в организме, они очень разные, и желательно все-таки патогенетически все это изучать. А не пытаться объяснить. Потому что объяснений можно придумать много. И вот сердечная недостаточность и аномия – это как раз отрицательный пример того, как все время что-то пытаются нам объяснить. Но надо исследовать, надо изучать, надо сравнивать. Это большая проблема. Значит, при сердечной недостаточности много больных с низким уровнем ферритина. Ну, 61%. Тоже это вопрос для обсуждения. Я хочу, правда, напомнить, что больные с сердечной недостаточностью – это, как правило, люди пожилые, или большая часть из них пожилые, а большая часть пожилых недоедают у нас железо. И они могут ходить с латентным железодефицитом, и никто на них не обращает внимания, их лечат от сердечной недостаточности. А может быть, им нужно дать сорбиферчику чуть-чуть, и, глядишь, сердечная недостаточность у них тоже будет проходить. Ну, еще раз я повторяю. Нужно исследовать больных на предмет аномии и выяснять, какая причина этой аномии. Ну, отрегистр, при П, регистр, он там по-немецки как-то, поэтому я не буду ломать язык свой. Амбулаторные пациенты с сердечной недостаточностью в Германии, средний возраст 69 лет, что еще раз подтверждает, только что я вам сказал о том, что это в основном пожилые. У 42% дефицит железа, 42% сердечной недостаточности имеют дефицит железа. Друзья мои, не обращать на это внимания просто невозможно. Это практически половина больных. А если мы возьмем не средний возраст, а просто пожилых, то я вас уверяю, что там количество дефицита железа будет многократно больше. Значит, у 18%, почти 20% была выявлена аномия, то есть у половины тех, у кого был дефицит железа, но лишь 4% знали о наличии у них аномии. То есть никто на это вообще внимания не обращает. Ну и дефицит железа женским полом, низкой массой тела, низкой массой тела, а они недокушивают, недоедают в Германии. Да они такие же в Германии пожилые, как и в России. Не от того, что у них нет возможности поесть, они кушают другое, пирожники какие-нибудь, еще что-то, там нет железа, надо мясо есть, они его не едят. Вот. Ну, в общем, это подтверждает мою, так сказать, точку зрения, что аномия разбивается на две проблемы. Это при сердечной недостаточности. Это, собственно, аномия и гидромия и проблемы дефицита железа. Их не надо между собой путать. В них надо каждый раз у конкретного пациента разбираться. Ну и несколько слов я напомню про любимый нами сорбифер Дорулес. Это препарат, укутанный в специальную оболочку, так называемая технология Дорулес, когда железо высвобождается постепенно, а не сразу. Это позволяет снизить побочный эффект от применения железа двухвалентного и увеличить эффективность, потому что пиковая нагрузка, которая бывает при обычном железе, то есть высокая концентрация, потом она падает, и всасываемость на этом заканчивается. У сорбифера Дорулеса, мы это много раз уже показывали, всасываемость идет довольно долго, несколько часов, и за счет этого препарат более эффективен, чем другие препараты. Вот, значит, он еще плюс к этому обладает аскорбиновой кислотой, которая является акселератором всасывания железа, ну и довольно быстро идет насыщение гемоглобином крови. Ну, у нас немножко другие кривые, но хотя я честно скажу, что я не смотрел каждую неделю гемоглобин, потому что мы всегда смотрели ретикулоцитарный криз, и нас это удовлетворяло. Если есть повышение ретикулоцитов, то через 4 недели у вас установятся гемоглобины, и не надо на эту тему беспокоиться. Вот, ну и то, о чем я уже сказал, что сорбифер легче переносится больными в отличие от сульфата железа, если при обычных сульфатах 32% нежелательных явлений, это в основном, конечно, желудочно-кишечный тракт, тошнота, запоры, иногда наоборот поноса, то на сорбифере 4%. Ну, я хочу сказать, что по нашим данным чуть повыше, правда, мы занимались пожилыми больными, а сами понимаете, если у пожилого больного и так запора, вы ему еще железо дадите, то у него будет больше запора. Но мы точно не выходили на какие 32%, может быть, там процентов 6-7, и было каких-то желудочно-кишечных неприятностей от сорбифера, но не больше. Вот, поэтому препарат действительно достаточно мягкий и может быть использован широко. Ну, собственно говоря, я на этом хочу закончить. И хочу, значит, ответить на вопрос, значит, про преднизолон принимать в большей дозе 100 мг. Да все, мы те же 3-5 дней, мы так... Ну, 100 мг мы один раз использовали. Слушайте, у нас нет этого в рекомендациях. Это мы попробовали, потому что не знали, что делать. С одной стороны, с ним что-то надо делать. Вы запись про то, что его в больницу убьют, видели в начале выступления. Больной категорически отказывался, ну, категорически, просто до истерики от больницы. Поэтому мы решили дать 100 мг, пока мы там договаривались в больнице, чтобы кого-то знакомых найти, чтобы его не пинали. Вот, поэтому у нас такого опыта нет по 100 мг. Ну, я думаю, что это все. Мы обходимся 12 таблетками, это, значит, получается сколько там? 60 мг преднизолона или, соответственно, эквивалентно метилпреднизолона. Единственное, что я хочу сказать, мы не используем дексаметазон. Дексаметазон никогда в гематологии не использовался, к нему всегда было отрицательное отношение. К нам сейчас он пришел почему-то из Англии, хотя у нас всегда везде в рементологии шел преднизолон, метилпреднизолон. Но сейчас стало модно давать дексаметазон. И колет направо-налево, и с первого дня болезни, вообще тихий ужас. То есть, то, что вот у нас очень жестко, мы даем только на третий день, не раньше трех дней высокой лихорадки, выше 38,5, до этого мы жмемся и давимся, но не даем. И часто мы бываем правы. Но другие просто даже без температуры шуруют. Ой, ну ладно. Если при желездефицитной англии прием сорбифера в чем месяц не привел к повышению гемоглобина, что дальше назначить? Это очень простой вопрос, а вы в какой дозе его давали? Может, одну таблетку раз в три дня? Ну, так невозможно обсуждать. Будет ли запись вебинара? Конечно, все вебинары у нас записываются. Если у больного, принимающего лихвиз, возникли синяки на предплечья, повышение артериальное давление, то можно это оценить как полозирительный симптом щепка? Нет, нельзя оценить. На лихвизе могут быть, ну, во-первых, нужно знать опять, какая доза, во-вторых, синячковость может быть и без тромбоцитов, кроме того, не забывайте, что тромбоциты еще обладают такой функцией, как агрегация. Если агрегация снижена, она может быть и врожденно снижена, она может быть и приобретенно снижена. Во-первых, посмотрите, вообще там аспирина-то нет. Человек кардиомагнил может принимает. Вот, поэтому тут так мне не ответишь. Так, 10 мг ксорелта, посттромботическая болезнь, строительство, замечать, синяки на коже, ну, бывает, да, десны не кровят, в калий крови нет, жалоб нет. Ну, бывает. Я не знаю, надо ли переходить с лихвиза на ксорелта, у меня нет никого опыта, я знаю, что на ксорелту, несколько раз я уже слышал о том, что вроде бы синячковость, вот, образование синяков на ксорелту бывает. Ну, попробуйте, попитка-непитка, у нас же есть к кому обратиться. Вот, хуже не будет, но только 5 мг, 2 раза в сутки, да, это правильная доза. Так, скажите, как долго принимать сорбифер после повышения гемоглобина? Значит, ретиклоцитарный кризис – это повышение уровня ретиклоцитов в течение первой недели после начала приема, то есть это на пятый-шестой день мы смотрим. Насыщение до уровня нормализации гемоглобина обычно 4 недели, ну, где-то месяц приема, 2 таблетки в сутки. После этого, после того, как гемоглобин нормализовался, мы рекомендуем еще 2 месяца по одной таблетке в сутки принимать, для того, чтобы депо насытить. Вот, значит, тут у нас мнение расходится, Любовь Сергеевна, она предлагает потом принимать еще по, там, скажем, неделе раз в полгода, ну, там, 10 дней по одной таблетке раз в полгода, если это менструирующая женщина. Хотя стандартные рекомендации, там, после каждой менструации 2-3 дня. Ну, нету точных установленных, так сказать, установленных ситуаций, поэтому я ничего не могу сказать. Значит, сабиэфер давали по одной таблетке 2 раза. Ну, надо разбираться, я ничего не могу сказать. Какой гемоглобин? Он поднялся, не поднялся, вообще не поднялся. Был, как и остался, то есть, как был, так и остался. Ну, нужно конкретику, потому что, может быть, цирбиэфер нужно давать больше, там, продолжается какое-нибудь кровотечение, то есть, гемоглобин поднялся, но не полностью, не нормализовался, ну, это невозможно. Так, дырулеса или правильное питание? Не-не-не-не-не, питания никакого нет. При железодефиците питание не помогает, друзья мои, это старая история. Только таблетки, только таблетки, никаких, никакой еды тут нет. Так, как переболевшие, могу сказать терпение всем врачам. Спасибо, мы терпим. Так, ну, хорошо.